Я хочу поделиться свидетельством, чтобы наша вера, она не остывала, но оставалась горячей, горящей и зажигающей еще не только нас, но и других тем, чтобы получать от Господа удивительные, удивительные чудеса в свою жизнь. Аминь. И это свидетельство очень интересное. Может быть оно не столь быстрое, как нам хотелось бы, знаете, зашел, получил и ушел, но здесь очень хорошая иллюстрация того, как нам нужно оставаться в вере и не унывать. А может и даже вообще не верить, но просто хотя бы быть рядом с тем, кто верит. Аминь. Поэтому я благодарю Господа за то, что была одна женщина, она посещала церковь своим супругом, и у нее обнаружили рак, и врачи поставили диагноз, что у нее вообще уже последняя стадия, и у нее был рак по-женски. А метастазы уже поразили полностью печень, почки, и они сказали, мы вам ничем помочь не можем. Вот они просто отправили ее домой, знаете как, осталось вам недолго, живите как сможете. И они не принимали ни химии, ни терапии, потому что в этом уже не было смысла. Но осталось самое большое «но». Но Господь никуда не ушел. Но Господь был жив в этой ситуации. Но Господь имел план для жизни этой женщины. И ее муж, который был в церкви, который верил Господу, он просто молился, он просил в церковь молиться. Они в постоянстве были на служении, и это длилось около года, и не было никаких видимых результатов. Но она оставалась жива, они продолжали двигаться, и при всем при этом она говорила, я не верю, что произойдет это чудо. Но при очередной проверке у доктора, доктор просто был, знаете, в таком недоумении. Он посмотрел на анализы и сказал, я не понимаю, как это, но печень у вас совершенно здорова. Печень, которая была поражена мистостазами, она была совершенно здорова. И она проходила обязательные там осмотры врачей через некоторое время. И после этого, еще через месяц, она проходит очередное обследование. И это просто невероятно. У нее не находят онкологии в женских органах. Благ Господь и милости! Послушайте, наш Бог благой, Он удивительный, Он чудесный. И это просто потому, что кто-то был рядом и верил, даже когда человек уже опустил руки и не верил. Но радостная новость в том, что Иисус всегда рядом. Наш Господь всегда рядом. Он нас не оставляет и не покидает. Давайте Ему воздадим славу. Он достоин. Аллилуйя! Аллилуйя! Целый год человек не верил. И целый год рядом человек верил. И вера одержала победу. Даже когда рядом было неверие. Поэтому, знаете, даже если кто-то рядом с вами опустил руки, вы не опускайте руки. Вы продолжайте доверять своему Богу. Повернись сейчас к своему соседу и скажи, продолжай доверять Богу. Он рядом. Он не оставляет и не покидает. Потому что Он Бог любящий. И у Него всегда есть выход. О, мне понравилось. А теперь назад еще повернитесь друг к другу. И напомните, что твой Бог, Бог чудес. Поэтому не расслабляйся. Все хорошо. Бог рядом. Аллилуйя!